Ватикан готовится к наплыву тысяч паломников. 27 апреля здесь должна состояться канонизация возведения в лик святых сразу двух пап – Иоанна Павла II и Иоанна XXIII. В прошлом мероприятия подобного масштаба транслировались для миллионов людей только по телевизору, причём чёрно-белому. В этот раз Ватикан прибегнул к помощи высоких технологий. В наши дни мероприятия будут транслировать в реальном времени по телеканалам, а также в кинотеатрах в 3D-формате. Кроме этого, специально для церемонии были созданы отдельные веб-сайты, странички на Facebook и в Twitter, а также профиль в Instagram и на канале YouTube. На главном веб-сайте язык не будет барьером, поскольку информация там доступна на английском, итальянском, испанском, французском и польском. Глава отдела по связям с общественностью римской и епархии говорит, что главная цель – установить связи с более молодой аудиторией. «Мы полагаем, что кроме традиционных СМИ, включая телевидение и сети католических телеканалов, которые, конечно, хорошо светят это великое событие, мы также должны достучаться до молодых людей. Мы должны достучаться до них, используя их язык, особенно учитывая, что эти двое пап были очень молоды в том, как они себя проявляли». Ватикан стал постепенно увеличивать своё присутствие в социальных сетях после избрания Папы Франциска в марте прошлого года. У нынешнего понтифика имеются миллионы читателей на его страничках в Твиттер и Фейсбук, которые также переведены на несколько языков. На площади Святого Петра, где вскоре состоится церемония канонизации, посетители делают фотографии при помощи своих мобильных телефонов, планшетов и iPad, которые уже давно заменили традиционные видеокамеры. «Мы здесь на несколько дней и на канонизацию не попадаем. Но мы с нетерпением ждём, когда сможем увидеть её в интернете и по телевизору, поскольку это делает католическую церковь ближе ко всем». Канонизацию Иоанна Павла II, который был папой с 1978 по 2005 годы, а также Иоанна XXIII, бывшего понтификом с 1958 по 1963 годы, проведёт нынешний папа Франциск.